Весна вносит коррективы не только в работу дорожников и коммунальщиков, но, как оказалось, и строителей, проверяя работу последних на качество. Так, в новых квартирах жителей поселка Красное спустя три месяца после заселения уже придется делать косметический ремонт. По какой причине, расскажет Александра Литкова. Служебную квартиру врач-стоматолог Алексей Котиков получил в конце декабря. Планировка и качество постройки сразу вызвали вопросы у приезжего специалиста. Ни кухню нормальную не поставить. По периметру идут трубы. Посмотрите, диван поставил, да, я живу в семье. Шкаф мне куда ставить? Комнату-то увидели? Я понять не могу, кто вообще планировал такие, блин, ущербные дома. С неудобной планировкой еще можно смириться. Но вот что делать, когда с приходом весны по стенам и потолку течет вода? Стены пустотелые, постоянно капель внутри. Ну там утеплитель, пеноблоки. Пеноблоки под воду не должны попадать. Они как мыло становятся. С кронштейном все упало и как бы... Тивизор рабочий? Звук только есть, изображения нет. Разбился экран в этой части. Так вот, может, видно, не знаю. В соседней квартире дела обстоят не лучше. Стены у сына, что у меня, как говорится, у зала тоже все текет, протекает. По полу вода текет, в душевой, если моешься. Это что такое? Я не знаю, как это все сделано. Стены вообще пустые. Между промежутками что повесишь? Там пустота, вот так руку сунешь и настолько пустота. Это вообще я не понимаю. Как это делали? После жалоб красновчан выяснять причины протечек приехали глава и депутаты Заполярного района. Генеральный директор компании-застройщика Василий Попов рассказал, в чем дело. В период, так скажем, ветров и снега были забиты вот эти вот все вентиляционные отверстия на кровле и отсутствовала вентиляция чердачного помещения. Здание новое, соответственно, скопился конденсат в подкрышном пространстве и при первой оттепеле оно потекло внутрь помещения. Компания СМП-83 строит дома в поселке Красное уже несколько лет. По словам строителей, подобная ситуация сложилась впервые. Уже много таких домов построено. Ну, я не знаю, что тут может быть. Может, какое-то особое расположение домов, какие-то завихрения получились. Но перед решетками скопился снег. Вот и все. Решетки забило и попал снег, соответственно, на кровлю, на перекрытие. Вот. Потом этот снег начал таять, соответственно, намок утеплитель. Ну и вот, соответственно, пошли такие протечки. Кровлю дома представители Заполярного района проверили лично и выяснили, что крыша протекает не из-за вентиляции. Там минералатный утеплитель. Толщина у него 15 сантиметров. Он по толщине своей, ну, не соответствует тому теплорасчету, даже теоретическому, который есть в строительных нормах. Вот. Здесь, когда строили, может быть, своя была применена технология по теплоизолирующим свойствам. Ее, может быть, надо стоит пересчитать, ну, либо ее исправить. Также после осмотра здания депутаты пришли к выводу, что в данной ситуации есть вина и тех, кто принимал квартиры в эксплуатацию. Они не указали строителям на недостатки в утеплении крыши. Утеплитель ниже бруса. То есть, условно говоря, что? Два по пятьдесят. Набросаны просто так. Два по пятьдесят. Да. Набросаны, как я тебе сказал, не как ты мне сказал, сверху. А они набросаны просто посерединке. Соответственно, здесь все пусто. Соответственно, идет тепло дикое. Снизу давит куча тепла, сверху холодный воздух. И образуется очень большое количество конденсата. Потому что воздух практически вообще не задерживается, я имею в виду теплый. Что там гипсокартон и доска? Компания-застройщик недочеты признает и уверяет, что впоследствии авротечек будут устранены в ближайшее время. Косметический ремонт нас не устраивает. Нас у нас устроит, если все поменяется как положено. А что надо поменять? Ну вот наверху вам что сейчас только что сказали? Люди, которые имеют какое-то образование, не как мы, простые жители, они вам что сказали? У вас неправильно. Вы же с проблемой знакомы, на самом деле. Ну и все тогда? У каждого свое мнение. Раз это неправильно, значит надо сделать правильно. Все мы обязательно сделаем. Строители уже приступили к косметическому ремонту в одной из квартир в рамках гарантийных обязательств. И вот эти все дырки, все запенили. Здесь все приходилось для, чтобы выпускать воду. По стенам и везде текло. Надежда Соболева после получения ключей от нового жилья сама в квартире не проживала. С Виктором Александровичем у нас был разговор, чтобы я приобрела либо в собственность, либо дальше у муниципалитета, но объяснили, что нужна тогда управляющая компания. Я собиралась оформлять в собственность. А сейчас, в данный момент, я этого делать не буду. Зачем? Если здесь жили люди, они с грудным ребенком в срочном, в спешном порядке убежали с этой квартиры. Они здесь жили официально, по договору под соцнаймом, потому что я в данный момент не могу сюда переехать в виду причин. А я с Виктором Александровичем спросила, он говорит, да, можно договор заключить. Здесь жила молодая семья с грудным ребенком. Они за выходные бегом отсюда убежали, потому что здесь лило. Конденсат, он так лить не будет. Стоит отметить, по словам жителей, дома в целом построены неплохо. Через 10 дней стороны решили собраться вновь. К этому времени строителям нужно не только провести косметический ремонт, но и устранить причину, по которой образовался конденсат.